Иии так, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители горящей колонии, морозной зимы, хардкорного прохождения и невероятных историй. У микрофона, как всегда, ваш покойный слуга Мамору, и я рад представить вашему вниманию продолжение цикла выживания в ледяном аду. В прошлой части я напомню, что всё началось со Сью, которая с голым хвостом, после побега из исследовательской лаборатории, где она каждодневно подвергалась всяческим истязаниям, оказалась неизвестно где. Через кровь, боли, пот, совместными усилиями за 200 дней кошка-девочке удалось создать уютный уголок с минимальной защитой, оборонять который колонисты готовы ценой собственных жизней. Но для полного понимания происходящего, я всё же рекомендую ознакомиться со всеми нюансами, и всё же настоятельно рекомендую самостоятельно посмотреть прошлые части, ссылка на которые есть в описании. Ну а остановились мы на том, что Сью и её команда хотели принести немножечко интерактива в своё выживание. Это свершилось, наконец-то у наших колонистов есть невероятная возможность переименоваться в те самые имена, которые именно вы предлагали под предыдущими видеороликами. Так Бьянка становится Супчиком, Валда становится Миллирном, Аня становится Флёр, а Гудвин становится Хлебный. А со своей же стороны я напомню про наш небольшой интерактив, суть которого заключается в том, что вы пишете свои предложения по переименованию колонюк, и с большой вероятностью именно ваше имя достанется кому-то из страдальцев. Я сразу приношу свои извинения за то, что не все предложения из прошлых частей попали в эту, просто у меня нет такого большого количества пешек, чтобы все ваши предложения реализовать. День 201. Наша база продолжает расти и развиваться, продолжаются проекты по постройке жилищных помещений и расширению жилого пространства. День 204. Нападение двух белых медведей, которое заканчивается вкусным обедом для всех колонистов. Процесс строительства базы сильно замедляется из-за нехватки рук в колонии, а все потому, что у нас нет людей, которые могли бы делать строительные материалы из-за блоков булыжника. Также к этому дню могло бы уже завершиться строительство нормальной производственной зоны, но к сожалению все опять упирается в банальную нехватку строительных блоков, и в то, что их некому производить. А вечером этого же дня на нас нападают механоиды. Первый драгуна на памяти нашей колонии, в помощь которому идет еще и жнец. Мы встречаем противников в киллбоксе уже заряженные и подготовленные. Наши дробовики заряжены эми-снарядами, которые оказывают становый эффект на противника, из-за чего разделаться со жнецом, идущим первым, не составляет никакого труда. Ну а драгун же вооружен очень мощной пушкой. Но хвала рандому, у него из боеприпасов только эми-снаряды, которые не действуют на людей. В результате прямого попадания Сью получает лишь небольшой электрический ожог, а мы очень успешно разделываемся с противником. День 207. Наконец-то Рамон обращается в Веру Маморизма. Теперь он не будет постоянно срываться и быть недовольным. По крайней мере на это теперь будут другие причины, кроме религии, и по всем заветам жанрам. Теперь Рамона, буду звать Олег. Благодаря этому обращению теперь у нас есть три привержника нашему культу. Благодаря чему нам стали доступны новые роли, принимать которые мы пока что не будем торопиться. День 211. Ведутся активные работы по постройке производственной зоны. Переносятся в эту зону постепенно производственные столы и рабочие материалы. В этом помещении есть отопление и скоро будет свет. А значит работать нашим колонистам будет только в радость. Благодаря чему мы надеемся, что производство будет идти гораздо быстрее. День 214. Сью и Олег, ощутив все прелести в вольной совместной жизни, наконец-то устраивают свадьбу. День 215. Недовольные тем, что их на свадьбу не позвали, жуки решают выразить свое недовольство, выбравшись наружу. Как назло, насекомые решают появиться прямо в постели у Флёр. Нам приходится в экстренном порядке, стоя у двери, отстреливать незваных гостей. В результате мы отделываемся лишь серьезными царапинами. День 216. Оптовые торговцы пролетают над нами. И это чудо чудесное. Во-первых, у него есть дерево. И хотя бы 200 штучек этой древесины мы покупаем. Теперь наконец-то мы сможем построить себе нормальный стол для разделки. Для получения полного спектра полезных ресурсов из ту животных. А также у оптового торговца в наличии имеются курочки с петушками. Те, кто следил за моими прошлыми колониями, знают, что это очень хороший источник мяса. И упустить такую шикарную возможность, ну просто нельзя. Поэтому и куриц мы тоже покупаем. Только вот нюанс в том, что у нас пока что нет места для их размещения. И временным вариантом неплохо было бы разместить их у гейзера рядом со столовой. Там мы им вырастим в будущем травушку. И они будут приносить реально большое количество яиц, из которых готовятся шикарные блюда. Ну а когда же у нас завершатся плюс-минус текущие проекты, и мы сможем изучить технологию удаления толстых каменных крыш, эти курочки обязательно переедут куда-нибудь вглубь нашей базы, где им будут подготовлены более комфортные места. День 217. Рой механоидов, состоящий только из двух уланов, идет к нам. К сожалению, этих засланцев так просто станет эми снарядами не выйдет. Поэтому наш вариант подпускать их как можно ближе и пытаться микроконтролить. Два улана входят в киллбокс. Но как только они попадают в радиус наших дробовиков, сразу же по ним начинается обстрел из всех винтовок. Нам удается застанить только одного, а второй же по неизвестным нам причинам решает давить на тапок. Если честно, не так уж и важны нам причины такого поступка. Так без проблем мы разделаемся с первым уланом, а потом уже и второй решает смириться со смертью, и с ним мы тоже разделаемся по той же тактике. Только вот проблема у нас по-прежнему актуальна. У нас очень мало огневой мощности. Если и дальше мы хотим ввести эффективный оборонительный огонь, то нам нужно что-то более скорострельное и патроны, обладающие больше пробивной силы. Ну и желательно большего калибра, естественно. Но пока все это ограничивается только скоростью нашего изучения. День 218. И как раз для продолжения изучения мы строим в цеху новый исследовательский стол. Пусть теперь хлебное продолжает заниматься изучениями. Пока что у нас приоритет изучение удаления толстых каменных крыш, чтобы жуки меньше атаковали нас. Для этого неплохо было бы изучить мультианализаторы, которые неплохо было бы еще и построить. А пока они не построены, можно изучать различного рода другие изучения, например те, которые повысят оборонную способность базы. День 219. Приходит торговать с оружием. Так как технологии изучаются не очень быстро и вообще в другом каком-то направлении, у торговца мы покупаем автоматический дробовик и тяжелый пулемет с новым для нас крупным калибром. Вооружение из нового века обязательно способствует улучшенной обороне в наших условиях. Ну а нам же останется только не забыть о производстве новых патронов. День 224. И снова нападение механоидов. Прекрасная возможность протестировать наше новое вооружение. Тем более, что из нападанцев это всего лишь два жнеца. Они даже не успевают зайти в коробку смерти, как их сразу же расстреливают непрекращающимся точечным крупнокалиберным огнем, даже не дойдя до эми снарядов. Можно считать, что тесты вооружения прошли более чем успешно. А также в этот день наше куриное потомство начинает приносить первые плоды и впервые у нас появляются цыплята. И в честь этого мы решаем назначить Олега комиссаром колонии. Ну, просто потому что он Олег. Теперь у него будет на пару обязанностей больше, в которые будет входить переубеждение остальных колонистов единства веры. День 226. Налет мрачных, которые абсолютно никакой опасности для нас не представляют. А заодно, раз мы уж вышли на огневой рубеж, неплохо было бы и сагрессировать Трумбо, с чем мы успешно справляемся и заблочаем себе целых две вкусные тушки. День 229. Очередная чума у Сью. Даже нет смысла переживать по этому поводу. День 232. Строится второй геотермальный генератор. Не то, чтобы в нем была такая сильная необходимость. Пусть он будет как резервный. Тем более, что чем больше разрастается наша колония, тем больше электроэнергии у нас уходит на отопление. День 234. Завершаем изучение мультианализаторов. К сожалению, для постройки нам не хватает еще кучи ресурсов, поэтому мы направляем все наши силы на исследование карьера. А также у нас под боком падает классер механоидов с генератором токсинов, который должен вызывать токсичные осадки. Сражаться с этим кластером верное самоубийство, так как у нас просто нету и шанса против мортир. Самый лучший для нас вариант – ожидать, пока кто-нибудь проходящий мимо не согрит его на себя, и мы не смогли бы обойтись малой кровью. День 236. Сестра Супчика падает к нам. У нее достаточно серьезные травмы, но мы не можем допустить, чтобы Супчик забродила от смерти сестры. И Сью бежит спасать упаданку. После ее вылечивания мы надеемся ее отпустить. Ну или по крайней мере пустим на органы. День 237. Очередной налет, который ну очень рядом с кластером проходит, но все-таки не задевает его. Ну а мы же без проблем отстреливаем всех, и это неудивительно, учитывая наше превосходство над противником. Среди поверженных противников мы также находим очень интересный экземпляр. Колонист по имени Осел. Очень хорош в общении. А учитывая, что именно такая пешка нам для короны нужна, завербовать его было бы очень даже неплохо. Поэтому Сью стабилизирует его, а после оказываем ему всяческую помощь в надежде на дальнейшее сотрудничество. Ну а после залечивания ран, обнаруживается, что у Осла отсутствует почка. Мы не будем показывать пальцем и выяснять, кто это сделал. Просто надеемся, что эта почка отсутствует очень давно и не была потеряна в недавнем сражении. Сестра Супчика пугается, что мы можем как-то забрать ее почку для Осла и решает сбежать. Но как бы никто и не держал-то ее особо, и мы хотели сами ее потом выпустить, как только бы она до конца выздоровела. Но Сью приходится успокаивать ее кулаками, а после залечивать собственные увечья. День 238. У нас наконец-то добываются необходимые ресурсы на постройку мультианализатора, и мы его строим. Значит, мы можем начинать изучение удаления толстых каменных рыж. Также у нас поступает задание за нейроформер пси-связи постройка монумента от бандитов. Конечно, очень неожиданное предложение, но отказываться было бы слишком опрометчиво. Только проблема в том, что постройка монумента будет осложнена тактичными осадками. Мы надеемся нивелировать сей факт тем, что все строительные работы будут проведены под вспомогательно возведенными крышами, а на вечернем приеме пищи Сью и Хлебная снова поссорились. На этот раз на почве религии драка закончилась серьезным поражением Хлебной. Вот почему все силы Олега, как комиссара, будут брошены на то, чтобы поскорее завербовать всех в единую веру маморизма и решить проблему религиозного разнообразия. День 240. Фрося, сестра Супчика, уже успешно выздоравливает к этому времени. Мы снаряжаем ее купюшоном, который хоть немножечко помогает от токсичных осадков, и выпускаем на все четыре стороны. Как бы мы спасли ее после падения, а как она дальше будет выживать в этом тяжелом мире, уже нас как-то мало беспокоит. Да и Супчика на самом деле тоже. И как раз в этот день мы добираемся до строительства монумента. Но что-то это идет уж слишком долго. А все из-за того, что нам приходилось строить еще дополнительные колонны и крыши, чтобы просто подойти к месту будущего строительства. День 241. У торговца оружием мы покупаем пояс щит и баллистический щит для флер. Вместе эти два предмета превратят на первый взгляд бесполезного в обороне колониста в очень сильного танка, который сможет принимать урон, в то время как остальные колонисты будут этот самый урон наносить. Ну и конечно же, неплохо было бы себе заиметь еще и броню нормальную. Хоть нам бронелифчики недоступны на постоянку из-за холодного климата, от бронежилета, я думаю, ни один из колонистов бы точно не отказался. День 244. Мехи пробудились, и было бы классно расправиться с ними, разрядить пушку, но сделать это все и сразу не очень-то и хочется, из-за ненужного риска. Лучше дождемся помощи союзников. День 246. Так и случается, торговец экзотикой приходит и просто аннигилирует всех механоидов, находящихся в кластере. А мы, в свою очередь, придем и, несомненно, поможем спасти всех раненых товарищей. Ну и, естественно, наши доблестные воины разрушат погодную машину, избавляя нас от токсичного дождя. И как будто мало было радостных событий. Мы супчика еще к тому же вербуем в религию маморизма. А так как мы помогли членам фракции встать на ноги и вылечили их, нам еще и к тому же прибавляется репутация. Это очень сильно еще и повезло, что они при нападении на механоидов не потеряли ни одного бойца. Так наша с ними репутация стала только выше. День 247. Как только наступает новый день, так сразу же очень плохие новости. У нас в регионе появляется новый кластер, который создает неприятный гул. К сожалению, выжидать, когда этот кластер исчезнет сам собой, мы не можем и вынуждены собирать вооруженный караван на рискованную операцию. В караване нас уже ждет Олег, Супчик и Сью. Два дробовика с эми снарядами и тяжелый пулемет как основной урон. С собой мы берем еды явно запасом и, конечно же, запасные патроны и лекарства. Пути нам предстоит быть около двух дней туда и два дня обратно. Медлить никак нельзя. И если вдруг кто нападет на нашу базу, будем надеяться, что оставшиеся смогут дать им достойный отпор. День 248. Единственные два петуха в колонии заболевают тьмой. А самые лучшие медики, к сожалению, в походе. Будем делать все, что в наших силах для продолжения рода Куроципов. День 251. Караван прибывает в предполагаемое место кластера. Как вы понимаете, дорога заняла чуть больше предполагаемого времени, из-за чего обязательно возникнут проблемы с провизией на обратном пути. Но пока это нас очень слабо интересует. На карте есть спящий улан и снайперская турель. Нам повезло высадиться с западного направления в слепой зоне противников и быстрым доступом к психическому подавителю. Лишний раз мы не рискуем и уничтожаем шайтан-машину. А после успешного разрушения, скорее даем дёру с злополучного места. Предполагая, что пока явно не хватит на оставшийся путь, наши колонисты урезают себе рацион, надеясь не попасть в очередную снежную бурю. День 252. У каравана полностью заканчивается еда. При том, что идти осталось около двух дней. А также мы завершаем строительство монумента. Выполняем задание и получаем награду. Пока нет необходимости отправлять встречный караван с едой на подмогу. Ну а когда же ситуация станет уж слишком критичной, обязательно воспользуемся этой тактикой. День 253. Осёл наконец-то прибивается к поселению и рвётся в бой. Возможно, это потому, что он каннибал. И явно давно не ел человечны. Но тем не менее, он вместе со вступлением желает сменить имя на Ватар. Также мы хотим, чтобы Ватар был коронован. Именно поэтому мы даём ему, возможно поспешно, нейроформер пси-связи. И он приобретает способность доверия. Не самое полезное, что мы могли бы применить в бою, но зато будет полезно в повседневности. С помощью этой способности можно будет быстрее вербовать будущих рекрутов. День 254. Изголодавшиеся, но довольные от успешно выполненной работы и возвращения домой, возвращаются наши страдальцы. Если мы хотим и дальше куда-то так выбираться, неплохо было бы себе заиметь какое-нибудь пушистое создание, таскающее грузы. Речь идёт не об Олеге, а о другом каком-нибудь животном. День 256. Нам давно уже поступило задание, но мы так и не принимали его. И когда наши экладнисты отдохнули с дороги и набрали сил, по-моему самое время. Задание от Империи. Займилась короной для Ватара, на нас нападут очень серьёзные противники. Мы соглашаемся, полностью осознавая все сопутствующие риски. Это отличная возможность испытать киллбокс во всём его проявлении. Противники пройдут к нам через несколько дней, и мы будем готовы. Очень сомневаюсь, что мы успеем к этому времени построить турели, но мы попытаемся. День 258. Солнечная вспышка отключила всё электроснабжение. К сожалению, это привело к тому, что все наши колонисты остались без урожая в этот раз. Ведь отопление отключилось тоже, и все посевы замёрзли. Нужно будет подумать об альтернативных источниках тепла, дабы избежать вот такого рода ситуаций. И тут же к нам приходит тот самый рейд. Они все достаточно сильно вооружены и экипированы. Но против флёр, которые танкуют весь получаемый урон, у них, честно, нету и шанса. Мы все встаем в привычную формацию и начинаем наносить чудовищный урон по противникам, полностью аннигилируя их. А после радостно собираем урожай из высокоточного вооружения. Так мы смогли себе заиметь крупнокалиберную снайперскую винтовку, которая может сослужить нам очень хорошую службу в будущем. Тень 259. С убийством противников нам стало доступно новое задание от империи о принятии первого титула Йомина для Ватора. И так Ватор получает своё первое звание. А также сразу мы могли бы его повысить до Акалита. Но проблема в том, что теперь ему нужен трон. А для трона нужен тронный зал, которого нет. И теперь нужно предпринимать попытки по созданию тронного зала. И сразу мы его будем стараться делать наилучшего качества и размера. Для чего? Правда потребуется очень большое количество всего. Например, ткани на ковры. Но что-то я разогнался, ведь будущий тронный зал ещё даже не выкопан. Около полуночи случается налёт. На нас нападает Империя Смерти. Всё бы на ничего, вот нападают они десантом сразу со всех направлений. Для обороны наши колонисты собираются в коридоре, для того, чтобы постепенно вести круговую оборону. Дождавшись высадки, колонисты решают разделиться. Сью, Хлебная и Олег идут отражать нападение с юга. В то время как остальные сражаются с тем, кто высадился прямо посреди базы. Застрелив за сланца, оставшиеся колонисты направляются на свои места в киллбоксе, для защиты от внешних вражин. Компании же Сью приходится встретиться с врагом посреди поля. И Олегу крайне не везёт. Он ловит смертельное ранение, и считанные минуты остаются до его смерти. Но хорошо, что рядом есть Сью, которая может оказать своевременную помощь в поле, для избежания смерти от потери крови. Только благодаря кошкодевочке нам удаётся чудом спасти Олега. В то время как остальные колонисты готовятся отражать оставшиеся волны. И конечно же, они ждут Хлебную, которая направляется им на помощь. И тут резко обнаруживается, что есть ещё один засланец, который заперт и хочет продолжить нападение. На противостоянии ему были высланы Флёр и Супчик, чтобы иметь преимущество над винтовкой в ближнем бою. Наши воины явно переоценили свои силы, и Супчику пришлось в резком порядке возвращаться на свою позицию, ведь нападанцы уже начали прорывать нашу оборону. Нам банально не хватает боевой мощи. Да ещё и Ватару прилетел коктейль в молотово в лицо, из-за чего наши оборонительные способности свелись к одному Миллерну, у которого именно в этот момент закончились патроны, и ему требуется перезарядка. Но Супчик и Хлебное вовремя поспевают, и нам удаётся отразить нападение, а также потушить Ватара. Итог нападения двое колонистов в медпункте. Но главное, что все живы. И эти ранения были получены по глупости на самом деле, из-за неправильной расстановки сил. Но мы делаем соответствующие выводы на будущее, и просто нужно принимать решение с более холодной головой. День 268. Кластер механоидов без особых каких-то свойств. Два Драгуна, снайперские турели. Мы не рискуем и действуем по старой тактике. Пусть этот кластер стоит, пока его кто-то не потревожит. День 269. Наконец-то завершается изучение, которое мы так давно хотели. И начинается постепенный демонтаж толстых потолков на нашей базе, хотя бы в жилой зоне. День 273. Изучение пулемётных турелей. Но использовать их сможем мы уж очень не скоро. А всё потому, что для их постройки требуется сталь, которой у нас пока что нет, но обязательно будет, как только мы её добудем. Ну и также нужно провести разного рода приготовления, для того, чтобы эти самые турели разместить. Например, приготовить патроны уникального калибра, и также провести провода. День 274. Охота на редких трумбы идёт не совсем по плану, но заканчивается несомненным успехом. День 277. Заканчивается в большинстве своём перестройка потолков на базе. По крайней мере, во всех жилых помещениях. Чтобы жуки, если и появлялись, то где-то не под кроватями колонистов. Пока что менять потолки в остальных помещениях мы будем позже, из-за того, что есть более приоритетные дела, например, раскопки и поиски стали. А также в эту ночь наши колонисты проснулись от громких выстрелов. Оказывается, что это механоиды пробудились и начали обстрел по нашим гостям, разрушая при этом стены киллбокса своими огненными снарядами. И неожиданно для нас гости смогли дать механоидам серьёзный отпор. Притом одна лишь кошка-девочка в космопехотной броне смогла разобраться с целым кластером. Оставя нам разобраться лишь с турелями, которые уже без вооружения не представляют опасности. А мы справляемся с этой простейшей задачей и переносим весь такой лакомый лут себе на базу. Только сейчас наши ребята замечают, что у механоидов была аппаратура, которая постепенно в своём радиусе разрушала посевы. И очень хорошо, что именно сейчас этот кластер был уничтожен. День 279. При случайном паризе усью развивается инфекция Ифт. И в тот же самый момент на нас совершается налёт механоидов. Но по факту это всего лишь один драгун с разрывной мортирой. И приземляется он именно туда, где наши колонисты занимаются переносом всего лута. И именно туда, рядом с нами, в чистом поле. Ватеру и Олегу ничего другого не остаётся, кроме как пользоваться преимуществом скорости и пытаться вести огонь по противнику, успевая уклоняться от снарядов. Пока подкрепление в лице остальных колонистов спешит на помощь. Нам очень повезло, что у драгуна были лишь эми снаряды, которые даже при попадании не смогли бы нанести значительный урон. Но, тем не менее, благодаря микроконтролю мы справились и на будущее у нас теперь есть опыт уклонения от снарядов мортиры. А под вечер поступает задание. За милость короны нас хочет посетить рыцарь. Вся прелесть этого задания в том, что рыцарь не может передвигаться, а значит не будет возмущаться тому, что для него нет достаточного качества покоев. И всё своё время он будет просто проводить в медотсеке. А значит, это ещё плюс одно халявное задание в копилочку. День 281. У Олега случается пердечный сриступ. Эээ... Сердечный приступ это такой нехилый звоночек о его возрасте. И было бы неплохо ему заиметь бионическое сердце или что получше. Но пока у нас очень плохо всё с медициной, и максимум, что мы можем ему предложить, это подорожник. День 282. К нам на голову падает человек. Мужчина знакомый Сью. Как? Кто? Откуда? Зачем? Непонятно. Но мы не хотим лишний раз, чтобы кошка-девочка расстраивалась, поэтому бежим оказывать первую помощь. А после спасения упаданец решает присоединиться. Как выяснилось, не только Сью с ним знакома. Раньше наша колония торговала с ним и его фракцией. Но он был предан и изгнан. В результате чего он искал хоть какое-то поселение в надежде на спасение. Мэрилин оказывается не самым лучшим для нас колонистом. А держать балласт, нехило прибавляющий в стоимости поселения, ну уж очень не хочется. Поэтому мы его изгоняем. При этом достаточно сильно расстраиваясь. Но это просто была вынужденная мера, и у нас не было другого выбора. День 285. Запланировано расширение базы вглубь горы. Запланированы новые помещения и начаты активные раскопки. Часть этих помещений будут заняты фермами и загонами, чтобы освободить побольше свободного помещения во дворе базы. День 286. Случилось. И то, что мы и ожидали. Из-за проводимых раскопок по толстой крыше жуки решили с нами поразвлечься. Но на этот раз они хотя бы вылезли не из-под кровати, и на том спасибо. Все мы собираемся в одном месте. Огрим жуков, прячемся за укрытиями и, танкуя урон, расправляемся с вредителями, отделавшись лишь легкими царапинами. Ну а после очевидная зачистка гнезд жуков, предотвращающая их дальнейшее появление. А также у нас в принципе очень давно уже был построен алтарь, но на этом не было сконцентрированное внимание. Но зато вот, да, он есть. И это небольшое такое помещение, где мы сможем обращать колонистов с 50% шансом на успех. И бывают такие колонисты, которые уж очень сильно верят в свою религию. И в таком случае мы просто будем ослаблять их верование. День 288. Прибывает челнок, чтобы забрать рыцаря. На нашей памяти это самая простая милость короны за все время. День 289. У торговцев, пролетающих мимо, мы очень много чего бесполезного и ценного обмениваем на медикаменты. День 290. Намек от рассказчика в виде 53 черепов. Интересно, что бы это могло значить. День 291. У нас заканчивается изучение водяных помп, и мы строим их парочку. Учитывая то, что большая часть нашей будущей кухни находится на озере, было бы неплохо начать постепенное осушение, хоть и очень медленное. День 296. За милость короны мы должны придержать у себя Нелли с гнилокровием. Ну пускай, нужно просто постараться не забывать о том, что этому созданию нужно оказывать своевременную медицинскую помощь. А также в этот день мы изучаем бронезащиту, а значит мы могли бы начать своевременную изготовку бронежилетов и улучшение касок для наших колонистов. Но пока что производить это все мы не можем. Банально потому, что все опять упирается в нехватку стали. День 299. Переоборудование медотека и постройка больничных кроватей. Так и прошли наши 300 дней выживания в ледяном аду. Не сказать, что для нас это ад уже, за исключением лишь нескольких моментов. Наша колония пока что успевает развиваться вровень со временем и постепенно наращивая огневую и оборонительную мощь. У нас появляется крупнокалиберное мощное вооружение и наконец-то достраиваются турели, испытать которые пока что нам не представилось возможности. Начато постепенное сближение с империей и изучение всех нюансов в жизни короны. Но к сожалению пока что мы не успели еще оборудовать тронный зал для валтера. Но у нас еще все впереди и милости короны у него хватит еще на несколько титулов вперед. Что выйдет дальше? Сможем ли мы так же чудом избегать всех опасностей? Или наконец-то нашу колонию захватит огненная торнадо? Мы узнаем лишь в следующей части. Обязательно пишите ваше предложение имен для колонистов. И возможно именно ваше имя достанется кому-то из колонюк. Напомню, что выход в следующей части зависит только от вашей активности под этим видеороликом. Ну у меня пожалуй на этом все. Всем спасибо что смотрели. У микрофона было как всегда. Ваш покорный слугам Амору. И еще услышимся. Продолжение следует...